всем привет меня зовут марина и я очень рада видеть вас на своем канале и сегодняшнее видео у нас про мой вечер после учебы я надеюсь это видео замотивирует вас на учебу после школы и приятного просмотра и начнем мы конечно создание приятной эстетичной атмосферы для учебы лично у меня это зажигание свечи и включение эстетичной музыки потом мы приступаем к списку дел точнее его созданию я открываю наушен и записываю там свой туду лист лично для меня создание атмосферы играет неотъемлемую роль для того чтобы сесть за уроки потому что после школы я прихожу очень уставше и даже после минимального отдыха мне очень тяжело сесть за учебу а создание атмосферы вдохновляет меня на какое-то движение и достижение своих целей качестве раскачки я начинаю делать домашнюю работу в основном это математика потому что по ней задают больше всего среднем у нас около четырех пяти сложнейших номеров сейчас мы проходим логарифм и поэтому очень важно не пропускать ни одну тему каждую усваивает соответственно нужно делать и домашнее задание когда мы только начали изучать логарифмы в школе я все понимала мне было все легко все свойства я выучил и теперь могу их успешно применять я выходила к доске и получала пятерки но потом у нас начались подобные примеры они уже сложнее и поэтому я иногда туплю и мне приходится дополнительно разбираться в этих темах дома но в целом у меня пока что все получается и я не вижу причин нанимать себе дополнительного репетитора чтобы разбирать эти логарифмы далее приступаю к подготовке к экзаменам меняет общество знание и английский и сегодня я начинаю с решения пробников по обществознанию 10 класса у нас поменялась учительница по обществознанию она у нас ведет по совместительству право и экономику и с ней общество знания мне дается гораздо проще я теперь разбираюсь гораздо большем количестве тем поэтому совершаю ошибок гораздо меньше потому что помню когда я готовилась к уге по обществознанию который нам в итоге отменили у меня было гораздо больше ошибок в пробниках чем сейчас я решаю егэ конечно у меня сейчас присутствуют некоторые пробелы в знаниях теории например мне нужно сейчас повторить безработицу потому что я путаюсь в некоторых видах и еще есть несколько тем по праву которые я не очень хорошо знаю но в целом я хорошо сейчас решаю пробники но пока что не на 100 баллов и даже не на 90 плюс также я не делаю сейчас вторую часть а ботаю только первое ну а теперь я приступаю к созданию новых флэш карточек по штатам америки потому что мне это нужно для страноведения в региональном этапе олимпиады если кто не знает то я прошла на регион по всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку в этом году поэтому я активно готовлюсь чтобы потом выйти на всеросс заранее у меня был подготовлен список со всеми штатами и их столицами поэтому мне оставалось только аккуратно перенести это все на флэш карточки ну а потом буду по этим флэш карточкам все эти столицы заучивать ну а также что доля стём не написано позаниматься итальянским собственно к чему я и перехожу в этой тетрадке я пишу свои конспекты обычно всегда и с них я начинаю свои занятия остановилась я написано имениях после написания конспекты я буду нарешивать по этой теме упражнения но сейчас перехожу к тому что я еще не изучила где спрашивают насчет того по каким урокам я занимаюсь так вот показываю первый наверное последний раз хотя на самом деле не первый я занимаюсь по видео урокам с вот этого канала и сейчас я вроде бы на 24 или на 25 буду сейчас смотреть 26 урок который мне как раз таки я начала когда-то смотреть но буду смотреть сначала потому что я не помню что там какая тема и будем с вами вместе разбираться предлагаю сейчас немножко поговорить об изучении именно этого языка я начала учить итальянский где-то в начале июня прошлого года учил его активно все лето но потом осенью немножко подзабила потому что началась учеба и мне было реально очень тяжело совмещать потому что до этого я никогда так не делала я привыкла уделять почти все свое свободное время изучению какого-то определенного языка или навыка неважно и у меня это достаточно плохо получалось но недавно я прошла тест на сайте real language.club на определение уровня языка и по итальянскому мне оказывается уровень b1 хотя мне слабо верится он тесте были только тестовые задания не было заданий на аудирование на чтение и так далее ну и это было все видео я очень надеюсь что вам понравилось и мне удалось замотивировать вас на вечернюю учебу не забывайте подписываться на мой канал ну и всем пока 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 пока